Ура! Наконец-то! Ну что? Всё? Наконец-то? И хотелось бы сказать, не прошло и года, но уже прошло больше. Да. Теперь мы наконец-то с нашими документами. Хотим отмечать. Это что за свинка? Первые у нас работнички получили вот эти. Теперь уже и мы. Ура! Всем привет! Вы на канале Таня и Таня, потому что Саша исчез. Саша уволен за несоответствие. Саша чуть не зарылся. Он шёл ко мне и чуть не зарылся. Давай, с вами, короче, сегодня Таня. Ну, я вам на пару минут покажу ещё Сашу, он потом побежит там за детьми смотреть. Эй, всем привет! И Саша. Он теперь будет редкий гость на нашем канале. Он сейчас вышел. Сядь куда-нибудь здесь в стороночку. Он там выйдет на пару минут поделиться очень приятной новостью. Наконец-то! Весь интернет этого ждал, мне кажется, уже все наши подписчики. Что случилось-то? Получили work authorization. Да! Наконец-то! Мы, наконец-то, получили work authorization. Сошалы пришли у нас только Лере. Ну, и сейчас я расскажу об этом подробнее. Но, наконец-то, в этом ролике мы, наверное, расскажем. Я очень быстро расскажу, что, в принципе, я делала, чтобы получить. Не знаю, есть ли смысл это делать, но я расскажу быстренько, чтобы, типа, ускорить. Хотя, конечно, мы всё равно ждали достаточно долго. Многие спрашивают, а сколько вы ворка вообще ждали? Я всем пишу, больше года. И хотелось бы сказать, что меньше года. Не прошло и года, но нет, уже прошло. И, наверное, расскажу ещё, ну, в принципе, о наших планах. Самые частые вопросы – это кем вы работали в Беларуси, ну, у себя на родине, кем вы собираетесь работать здесь, какие-то цены. Я не знаю, Саша, наверное, ну, может, я его заставлю потом рассказать. Если нет, то быстренько расскажу сама про него. Потому что планов у нас за этот год просто поменялось сто раз, наши планы поменялись. Поэтому, пока как будет, так будет, ну, немножечко расскажу, о чём мы хотим сделать. О чём мы хотим сделать? О чём мы хотим сделать? Может, ты тогда быстренько расскажешь про себя? Про свои планы. Кем ты работал? Да, я работал на траке в Европе, на грузовой машине. Дальнобойщик. Дальнобойщик? Дальнобойщик. Ну, это ты работал, сколько лет? Пять последних, да? Семь. Семь, да. И, естественно, здесь тоже собирался так же. Это вообще как-то банально, да? Да. Все пишут, все обрежают и сразу, типа, на траке. Так банально. У тебя же папа на траке, да? Ну, в принципе. Ну, главное не сразу, вот тоже. Сразу на траке. Ну, как сразу? Если я только сейчас, через там 13 месяцев могу, или через 14 месяцев, могу просто только начать это делать. Ещё несколько месяцев надо будет там учить, сдавать и всё такое. То есть, грубо говоря, полтора года нужно. Ну, с нашей удачей, наверное. А ты можешь, вот, кстати, вот что я хотела, потому что это частый вопрос. Реально люди думают, что ты приходишь и вот как на права сдаёшь. Просто приходишь и сдаёшь там вот, насидел. Можешь рассказать вообще, как вот это происходит? Как получить эти права? Как это, ну, вообще? Что, нужно ли учиться здесь? Потому что, например, у тебя же куча категорий, правильно? Ты уже дальнобойщик со стажем. У тебя все код там 95, в Литве ты получал, в Польше получал, в Англию ты же визу делал. Неужели вот ты не можешь приехать сюда и, например, даже если у тебя сразу есть разрешение на работу... Ой, ну нет, нет, если его нету. Ты не можешь даже без разрешения там пойти получить здесь? Нет, нет. Ну, расскажи. Вот здесь ваши документы там европейские или белорусские или российские, какие угодно, они вообще нафиг никому не нужны, вообще нафиг никому не нужны. У вас может быть сто пятьсот всяких, как у меня там целая, целый этот музей разных документов всяких, и АДР я мог возить там и всякие цистерны и все. Ничего этого тут никому не надо. Поэтому все, полностью все надо проходить опять. Я вот очень из-за этого расстроен. И если у тебя нет разрешения на работу, ты не можешь пойти сдать на сидел? Нет, нет, нет. Учиться обязательно нужно? Ну, нет, не обязательно. Вот вам в основном здесь так, если платная вот эта школа, вы платите какой-то аванс и потом вам дают какие-то эти материалы, чтобы подготовиться к тесту в ДМВ, в теории и все. И вы сами сидите дома и готовитесь, а потом сдаете в ДМВ, а потом уже только можно там начинать готовиться к вождению. Ну, то есть, в принципе, можно не платить деньги школам или все-таки мне казалось, что ты должен отучиться и получить какую-то корочку, что ты закончил, нет? Ну, вот я аж получил, но я не учился. Я не знаю, у меня этой информации точно нету, поэтому то, что я сейчас скажу, это может быть неправильно. Ну, мне почему-то кажется, что нужно отучиться. Ну, да, тут это лучше узнавать. Да. На сайте dmv.gov там заходите, можно перевести. У нас в Калифорнии, но я думаю, что это везде так. Сейчас в последний случай же что-то было, там дальнобойщик в какую-то попал очень серьезную смертельное ДТП, собрал там целую кучу машин. Я не помню, да. Что-то было такое, очень такой нашумевший случай, поэтому все это как-то ужесточили. Но в любом случае, если нет разрешения на работу, ты не можешь пойти сдавать на коммерческие права. На обычные права можешь, на коммерческие права нельзя, потому что многие спрашивают, что Саша не идет? Нет, так сделать нельзя, то есть вот мы получили разрешение на работу, что Саша пошел, заплатил деньги школе. Сколько сейчас стоит вот обучение? 4 тысячи в среднем долларов, но это при условии, что я не хожу, ну если вы более что-то знаете, там вам не надо каждый день с вами сидеть. В среднем, вот тут по Калифорнии, по Сакраменто 4 тысячи. Сколько учиться нужно? Да нисколько, мне дали информацию и подготовься, ты можешь месяц готовиться, можешь два дня готовиться, то есть это все зависит от тебя. Как быстро ты хочешь, короче, закончить. Да, да, и все. То есть сейчас… У меня просто, я помимо этих, еще работаю там и занимаюсь всякой фигней, и поэтому… Тоже людям интересно было, какой фигней ты занимаешься. Вообще, ну, он как бы забил немножечко на свой канал, но я думаю, немножко он и возобновит, потому что сейчас там пришли, у него есть планы, может расскажешь еще про свои планы. Вообще, в общем, я тут быстренько подытожу. Конечно же, приехав в Америку, и учитывая, что отец тракер, Саша знает, какие здесь зарплаты и что да как, конечно, он хотел очень на трак, и мы уже даже в феврале, когда думали, что мы получим свое разрешение, уже Саша чуть ли не записался в эту школу. Только не хватало, даже чтоб школа тебя приняла, ты должен принести разрешение на работу. Но тогда, кто там не знает, что случилось, нам отказали в разрешении на работу, мы ждали заново 150 дней, об этом у нас есть подробное видео, не будем здесь это затрагивать. Интересно, я вот вижу только пол своего глаза, меня так тоже люди видят, нет? Нет, по-моему, там нормально. Но если вы видите только пол моего глаза, ничего, пока важно, я его потом отпущу, целиком можно посмотреть. Короче, и когда так все получилось, к сожалению, что у нас все не срослось, Саша очень хотел на трак сесть, понятно, что это сразу какие-то хорошие деньги, это можно закрыть все проблемы, потому что, естественно, тяжело ренты все это тянуть. Но когда с траком не получилось, ну, может, как я всегда говорю, все идет так, как должно быть, видно. Кто смотрел до этого наш канал, Саша создал свой, пока он временно на него забил, ну, пока нет у человека настроения, может, потом появится. Он начал заниматься машинами, BMW в частности, да, для себя, вот, которую он себе покупал. Потом вот сейчас у него такой был классный проект, он не заснял до конца, он купил машину на Action X5. Я не до конца ничего не снял, ноль, вообще ноль. Нет, он снял, как он ее привез, и я пару раз, когда приезжала на Shop, я ее снимала. Может быть, где-то он все-таки приложит, она очень классная. Это же Саша Никс, который он купил и делает. Красота! Сейчас его тоже отдали на покраску какие-то. А, блин, я думала уже. Нет, тут будут делать еще, тут еще работы. Ну, папа уже много сделал, он аирбеги поменял, что-то еще поделал. Красавчик! Красавчик! Ну, покрасят все его детали и, наверное, все. Красивая машина. Не знаю, что там видно, кроме мая. Готов? Все, Саш, что здесь осталось? Текло поменять, вот эти штуки сделать там и по мелочи, и документы еще. Блин, смотрите, какие диски! А, стекло-лобовик разбит. Красивая машина. Блин, класс! А здесь сделана эта бочина, да? Да, с той стороны, с водителями. Ну, а здесь уже все окей, да? Уже везде все окей. Все-таки приложит. Она очень классная была машина. Даже мне довелось на ней немножко покататься. И... Так. А ничего так? Короче, мне надо прокатить вот этого парня. Саша, у меня такой тест-драйв, да? Если я тебя прокачу нормально, ты мне ее отдашь? Что? Я уже кое-кто зарезервировал. А ты в курсе, что у меня, кстати, нет айди? И если меня остановят с человеком в багажнике, меня задержат. Друзочек, только маленький. Приехай. Все, потихоньку. Окей. Короче, вы поняли, да? Заслужила. Я заслужила. И мужа катать, и эксперт. Ну что? Пока Саша помогает папе в Рину, у меня ЦУ переобуть вот эту красотку. Красотку же или красавца? Пройдет у меня красотка. Выход тоже красотка будет, да? Надо ехать куда-то к черту на кулички, менять резину. Ой. Хотя к своему мастеру по маникюру я тоже езжу к черту на кулички. Вау. Это вам не катать мужа в багажнике. Это уже дело даже ответственней. Нравятся мне эти зеркала. Как у дальнобойщиков, мне кажется, лопаты. Ну что? Приехал проверяющий. Думает, плохо колеса поменяла. Знаешь, как старалась, меняла. Сидела тут, старалась. Старалась, меняла. Старалась, меняла, обстаралась вся. Перепроверяет, засрань. И в итоге она перешла к Сашиному папе. Саша, Сашин папа еще хотел себе машину. И так получилось, что он у нас ее и купил. Что происходит? Все? Счастливый обладатель? Да, почти. Ты цифры узнал, да? Да, конечно. Блин, ну это так может быть. Было бы прикольно, если бы в начале было 48. Чтобы ввести адрес ее налево появляться. Видишь, вот это меню? Ага. Крутишь вот так вот этой штукой на самый верх. И тут будет написано в Гританс. Ну типа введя новую ввести. Какая мяшка у тебя такая, Таня? Ладно, катайся. Звони по любому. Ну красота. И он, Саша, на эти деньги сейчас купил себе огромный трак. И были планы. Какие у тебя были планы? Нафига ты этот трак купил? Ну я хотел заниматься туингом. Ну водить машины. И купил трак. Ну немного не рассчитал свои силы. В общем, у меня еще две. Одна точно есть. Тоже там корыто. И кто смотрел про шестьдесятку на моем канале, это примерно тот же случай. И в общем, я из одной нормальной машины превратил в два корыта, которые они ездят пока что. Вот и все мои проекты. Ну все равно ездить то они будут. Ну а для чего? Просто чтоб люди понимали. Это трак не рэм. А я его когда увидела, это какой-то трак. Там не зеркало, а лопата какая-то. Он купил вот этот трак и никому не показывает. Ну в нем там что-то сломано, поэтому он, наверное, не показывает. Он такой классный, он такой большой. И там есть кнопка, даже педали подъезжают. И вот ту еще развалюшку тоже он купил. Почему он не показывает? Я предлагаю его побить. Да? Все кричат, Саша, Саша, покажи. А он в Тихарика показывает. Трак вообще прикольный. Но пока непонятно, что с ним будет. И с той, я так понимаю, тоже. А та может на запцатки пойти? А, все-таки будешь делать. А, все-таки будешь делать? Короче, надо заставить этого мужчину снимать хоть что-нибудь. Ну интересно же людям. Ну что ты такая жадоба? Мужчина, вы что тут творите? Что за обезьянка? Тише ты, господи, чуть руки мне не сломала. Капец. Я так понимаю, ты уже ютубчик людям снимаешь, да? Вот прям сейчас снимаю. Нет, это инстаграмчик. Ютубчик вот так снимают. Не знаю, как показать. Вот. Вот моя. Лера, иди сюда. О, встаньте. Смотрите, капот. Как Лера. Капата какая-то. Большой трак F-250 Ford Pickup. Я мог бы, конечно, снять что-нибудь про него. Но пока не до этого. Ну пока ты не делаешь. И, в общем... В общем, он не хотел идти уже на... Он не хотел идти трак-драйвером. У него были другие планы. Почему? Это востребовано? Вот то, что ты хотел заниматься тувингом? Да, это востребовано. Тем более я обзавелся знакомыми кое-какими уже. И, в принципе, работа есть. Но что-то не получается немного пока. Поэтому, возможно, придется на траке поработать какое-то время. Не знаю. А для этого трака сидел нужен? Нет. То есть, если ты возишь вот так на тувинге, тебе не нужен сидел? Ну, если там до трех машин, да. А если больше трех, нужно. И, кстати, все, которые там в основном очень много приезжих, идут сразу на пикап-трак работать. И многим это, конечно, не нравится. Потому что это такая работа своеобразная. И все, кто ездит больше чем три машины сзади везут, а они там по шесть возят иногда. Это все нелегально без сидел, чтобы вы понимали. Ну, без разрешения на работу, наверное, это тоже нелегально. Ну, да, без разрешения тем более. Ну, если ты там можешь просто наплести что-нибудь, что ты себе там везешь или другу, то еще можно. Но если уже возникают проблемы конкретно там на каких-то весовых, то шесть машин, ну, получают просто штрафы и все. Ну, хорошо, если просто штрафы. Если, не дай бог, такой попадется какой-нибудь, да, засранец еще. Ну, я слышал только про то, что вот платят штрафы и там, в общем, и еду дальше. Ну, все равно это такое дело до поры до времени. Ну, меня, кстати, спрашивали, почему ты не ходил на пикап-траки. Ну, во-первых, потому что программа стоит. Да. Есть, кстати, шанс, небольшой, но есть шанс, что эту программу снимут, если он сдаст. Вот если он получит сейчас коммерческие права. Саша сейчас на стадии подготовки к теории в понедельник, да. Вот сегодня у нас воскресенье. А, завтра понедельник. Завтра, да. Завтра, да, он поедет, попробует сдать теорию. Потом будет готовиться к практике, да. Да. И, ну, короче, когда он получит CDL, еще я начала говорить, господи, шита мне голова какая-то пустая стала. Короче, ничего особенного, ничего нового. Поэтому я ничего и не снимаю, потому что все как бы как... Да куча всего нового, он просто лентяй. Что-то я еще хотела сказать. Мы, кстати, подали наконец-то на California Driver License Real ID. Короче, у нас же не было вообще прав, наш паролит закончился. Не прав никаких, одни обязанности. У нас закончились наши права, они были ровненько до нашего гуманитарного пароля. Вот мы сходили, мы принесли. Уже ничего им не надо, когда есть work authorization, когда есть social. Social им нам не пришли. Не пришли никому, кроме Леры. Я думаю, что это... Смотри, они уже что-то тащат. Дети наши куда-то сходили и где-то взяли деньги. Мой кошелек где? Короче, social нам не пришли по той причине, что я делала social not work. И его не дали только Лере. И получается, что только Лере пришел нормальный. То есть, который с разрешения DHS, короче, типа такого. У нас вот этот вот not work. Ну, чтобы его поменять, его не будет, наверное, проблемой поменять. Нам просто нужно лично вчетвером приехать в Social Security Administration и подать документы, поменять его. Просто поменять. Но так он везде тоже прокатывает. Никто особо к нему не придирается. Мы приехали в DMV. Мы дали свои work authorization, дали social. Умудрились почему-то мы потерять договор аренды, который у нас на 5 лет нормальный был. Я не знаю где. Ну, мы просто его не нашли. Но достаточно подтверждения адреса. Это два письма. У нас было письмо из Homeland Security и еще какое-то там, может быть, из страховки. Я не помню, какое-то еще письмо я показывала. А, из UCIS. И там были наша фамилия, имя. Два письма на себя брала, два письма на Сашу. С детьми будет то же самое. Мы хотим с детям сделать тоже Real ID, но только именно ID. Чтобы можно было по ним, например, летать. И получается, когда Саша сдаст на CDL, есть шанс, я вспомнила, о чем я хотела сказать, приехать к ISAP офицерам. Но, опять же, недостаточно сидела. Надо какое-то письмо от работодателя, что они могут его взять на работу. И что он должен постоянно выезжать, то есть с просьбой снять эту программу. Мы приперлись в Даунтаун в понедельник в 11 утра. Если в понедельник в 11 утра мы в Даунтауне, значит, нам надо куда? Либо к ISAP, либо к ISAP. К ISAP мы пока не ходим, нас не вызывают. ISAP это те, которые отслеживают, которые когда-то Саше снимали браслет и одевали программу слежения. Вот ты закрыл, да, машину? Даунтаун Сакраменто, конечно, это отдельный вид искусства. Я не знаю, меня так пугали в Сан-Франциско и бомжами, и всем, чем хочешь. Ну вот, например, парковочные места здесь все, видите, здесь парковка платная. И вот, например, сюда не встать, здесь чувак спит. Саше надо, короче, идти, у него какой-то типа офис-визит. Personal office visit. Personal office visit, да. Видно, год прошел, покажитесь, кто вы и живы ли вы, да? Хотя вроде звонят постоянно, они по приложению отслеживают. Адрес здесь 800-H-Street. А вот чувак этот сейчас, кстати, уедет. А, ты ж уже заплатил все, да? А сколько парковка, Саша, стоит вот это вот? Ну, не помню. А ты ж только что заплатил. Там плохо, наверное, но я бы там, по-моему, 8 долларов. 8 долларов в час? Да, час 10. Час и 10 минут? Да, час 10 минут. Последний раз я тебя здесь снимала, когда ты с браслетом на ноге был и танцевал. Ну, третий этаж, да? Ой, это ж мои любимые лифты. Я не уверена, может, и четвертый. Вот они, iSup. Это просто технари, которые, короче, отслеживают вот этого вот товарища. Артурита лично увидишь. Артурита, думаешь, увидишь? Многим не ставят эту программу, многих сразу забирают. Но, Саша, как тебе назвать, как будет везунчик? Какой-нибудь хэппи? Лаки. Ко мне прикопались, так уже прикопались. Попроси, чтобы на меня повесили это слежение. Пусть всякие Артурита прикапываются. Артурита прикапываются ко мне. Ой, я с ними побеседую, я столько всего расскажу. У меня было написано маску взять. У тебя нет маски. В машине была. Все, Саша вошел внутрь. Вот у тебя iSup. Intensive supervision appearance program. Так, вообще с этой программой, конечно, на телефоне, браслеты, программы. Напомню, что у него был браслет, браслет сняли. С этой программой ходят до суда. Ничего ты сделать не можешь. Можешь ходатайствовать, запросы писать. Но iSupy отказывают. Тут есть такой шанс. Но об этом, если так получится, мы, конечно, расскажем. А так, в общем, что касается Саши, он хотел пойти на траки. Потом за этот год, пока мы тут ждали все эти, он уже передумал. Ну, действительно, есть варианты не сидеть на траке. Хотя, я ему тоже говорю, этот вариант терять не надо. Почему нет? Где-то там, например, на Тувинге у тебя простой съездил там в рейс. Ну, хотя ты найди попробуй такого работодателя. Ну, вот вчера мы общались с его папой, и он говорит, что сейчас не берут людей, да? Без опыта, да. Именно без опыта не берут. Ну, ладно, разберемся, короче. I got a go. Я оставляю вас с Татьяной. Я буду вас грузить дальше сама. Всем пока. Сашу немножко это... Ты подожди, ты настрой, пожалуйста, чтобы я была нормально видна, а не мои полглаза. В общем, Сашу мы потом все-таки немножко, наверное, заставим поснимать, потому что я снимаю все в Инстаграм. Саши уже, наверное, нет. Я снимаю в Инстаграм. Я сняла недавно вот его этот огромный трак. В Беларуси он занимался, как вы уже поняли. Он не работал в Беларуси когда-то в 29 лет. Он пошел устраиваться, я не помню, тоже куда-то типа на траке что-то такое. Ему сказали, мужчина, вы уже старый, так профессию менять. А до этого Саша кем только не работал, конечно. Где только не работал. Он был и... Он и на Камчатку ездил, с медведями дружил, икру ловил. И начальником склада был, и начальником каким-то какого-то отдела. Короче, Сашу помотало, как и меня. Что же буду... А, давайте я расскажу сначала, что, как мы получили, что стимворком делать. Потом быстренько пробегусь, наверное, о том, что делала я, что буду делать я. Я давно обещала рассказать про книгу рекордов Гиннесса. Вообще, потому что когда-то я еще зимой проходила. Кто-то помнит, кто-то просил. Я даже хотела отдельно ролик снять, но сначала я думала, получу ворк там. Все это потом расскажу вместе с ворком. Подожду, потом думаю, кубка. Кубок мне пришел 26 февраля. После начала войны в Украине уже это было как бы потрошило. Пришел мой сертификат с рекорда Гиннесса. Класс. И кубок. Мой кубок. 123. Это я, наверное, участница была 123. Хотя вроде нет. Блин, я его пока сейчас, короче, распакую. Представляете, этот кубок ехал. Его делали вообще в Казахстане. И он там застрял в связи с их событиями. Я была уверена, что и в России он застрянет. Класс. Я его дождалась. Даже столько спрашивали мне в ютубе про него. Теперь можно снимать видео. Он до меня дошел. Блин. Сейчас только я его разобью, как только получила. Не фокусирует. Класс. В общем, было потом не до этих всяких видосов про всякие... Ну, в общем, короче, я решила отдельно это видео не снимать. Я просто сегодня в этом видео проговорю. Какой-то кусочек покажу. Участие. Вообще, что это было. Потому что всякие хидные женщины мне уже писали там, что рекорд Гиннеса она устанавливала по количеству, сколько раз она потрогала волосы. Или там еще что-то. Ну, короче, ясно, да? В общем, как мы получали ворк? Повторюсь, что как мы ее не получили и почему, об этом есть отдельное видео. Мы ждали опять 150 дней. Ходотайство в суд мы писали, чтобы зачли эти дни. Суд до сих пор нам не ответил. Ходотайство было написано в начале февраля. Вот сегодня уже октябрь. Суд до сих пор не ответил. Конечно, нужно было адвокатам, наверное, звонить в суд, доставать в суд. Ну, никто этого не делал. Короче, мы выждали опять эти 150 дней. В июле мы подали второй раз на свой work authorization. И 11 июля USCIS нам прислал, что наши документы уже приняты. Ура, ура, ура. Кто знает, первая подача. Это все равно считается первой подачей. Ну, не важно, что нам один раз отказали. Нам же его не дали. То есть только продление будет платно. Вот второй раз, когда мы будем продлять, это будет стоить 410 долларов на каждого человека. На детей мы тоже подавали. Многие, кстати, спрашивают, зачем детям work? На самом деле, ну, во-первых, потому что он бесплатный. Почему бы и не подать? И это как отдельная карточка. Я, наверное, потом приложу, может, что-то замажу. Там фотография, там отпечаток пальца, имя, фамилия, статус. Ну, пол там понятно. Очень много там чего. То есть эта карточка буквально как, я не знаю, как паспорт. То есть там, ну, все о тебе. Если какие-то вопросы, да, ну, ты уже никто. Даже на Ай-94 такой информации не было, как на этой карте. Поэтому по этой карте мы сможем сейчас детям сделать реал-айди, да, по которым они, например, тоже смогут летать там по Америке, понятно. Первая подача, помимо того, что бесплатная, она еще и должна рассматриваться по законам, да, не более 25 дней. То есть, ну, 25-30, по-моему, дней. Но, к сожалению, сейчас такая ситуация. Очень много и заявок. И есть моменты, отменили. То есть, раньше как было? Закон был Трампа, да, указ Трампа, где все 365 дней должны ждать уже. Ой, фу, травой понесло. 365 дней. Не 150 дней после подачи 589-й формы, а год. И на этот указ подали в суд такая правозащитная организация, как КАСА, АСАП. Почему все в АСАП вступали, да, потому что АСАП выиграл этот суд, и всем членам АСАП разрешалось подаваться на ВОРК через 150 дней. Вот, по-моему, в конце февраля это отменили. Ну, тоже там в суд подал, там есть такая целая это. В общем, все подаются теперь, не важно вступать в АСАП или нет, все подаются через 150 дней. Я так понимаю, что USCIS начал рассматривать все заявки, которые были до, и теперь ворки свои ждут. Ну, вот пока сейчас, как показывает практика, в районе 3-х месяцев это в Сакраменто. Я не знаю, там, по-моему, кто-то писал из других штатов. Где-то 2,5-3 месяца. Когда подавались мы, даже писали, что 5 месяцев девочка с сенатором ждала. Ну, с жалобой с сенатором. Хотя, ну, это все формы по C8, по подаче. То есть не должно так долго это рассматриваться. И, естественно, я уже приняла решение сразу. Я уже знала, что будет большая задержка. А мы и так так долго ждали. Что я не буду просто сидеть и ждать сложа руки. Потому что никто не знает вообще, как, чего. И 3 месяца ждать или это полгода. Плюс у нас закончились все документы. На сайте USCIS есть регламент достаточно подробный. Что делать, если ваша заявка задерживается и все остальное. Я написала подробно, что я делала в свой телеграм закреп. Кому интересно. Я там также написала, что я не уверена, что именно это ускорило. И ускорило ли. Потому что есть люди, которые ничего такого не делали. И получают так же, как и я. Но, я же говорю, для меня это было важно. Потому что мне казалось, что первыми будут получать те, кто пишут эти жалобы. Да, скажем так. Ну, или там рассмотрение, какие-то ходатайства. А я буду так и сидеть в хвосте. То есть, ну, для меня это было относительно несложно. Когда прошло 25 дней, я написала, заполнила форму на сайте USCIS. Там есть целое такое, что мое дело затягивается. Да, я жду больше определенного времени. На эту заявку USCIS ответили через пару дней. Что, ну, извините, у нас огромное количество заявок. То есть, они подробно расписали все это. Что да как. И ждите вашу заявочку рассмотрят. После этого, через несколько дней, я вступила там, еще написала тоже на почту техасского этого суда. Короче. И через дней пять после этого, наверное, я написала омбудсменам в Homeland Security. Там нужно было заполнить заявки на всех пятерых отдельно, а потом объединять это через почту. Они достаточно быстро отвечают, но тоже они должны как бы в течение двух, по-моему, дней вам ответить. То есть, они быстро ответили. Они сказали, что мы свяжемся с USCIS и по вашему делу там все вам скажем. Очень долго они не связывались. В районе месяца, наверное, они ничего мне не ответили. Это было вот в августе, наверное. В сентябре мне пришло письмо от них уже, что мы написали, мы связались с USCIS. Как только там что-то это, мы сразу с вами свяжемся. Если же они свяжутся с вами ранее, вы сообщите нам. Ну и где-то 22 сентября я уже посмотрела, уже одобрили наши ворки. Детям одобрили раньше. Детям одобрили 19 сентября. Но я на них не заводила личный кабинет, мы этого не знали. Это уже написал омбудсмен нам. Типа, что на детей все одобрено, дело ваше закрывается, так как все ок. И на нас получается 22 числа одобрено. После одобрения оно приходит, там, типа, ваша карточка сделана. И когда эту карточку высылают, они даже высылают трек-номер, ты уже отслеживаешь, где твоя карточка, что да как. Наши все документы пришли на офис нашего адвоката. Все такие документы, они, в принципе, грин-карт и все вот это вот. Оно приходит уже в офис адвокатов. И мы поехали, сначала забрали детские. И нам тоже адвокат, помощница адвоката, она сказала, что, ой, а что-то тут странно. Только на Леру пришел соушил. Ну, я уже тогда поняла, что раз только на Леру пришел. Ну, понятно, что, наверное, у тебя не может быть на руках два соушила. Они тебе не придут по почте. То есть, мне нужно свой нотворк и вести менять. Но, опять же, номера не меняются. То есть, номера соушилов, там только поменяется фраза, что он уже не нотворк, там как-то нот валит какой-то. А он уже будет, что там, с разрешения ДХС, короче, какое-то такое. Пока, я же говорю, пока это нам не горит, мы побежали быстрее делать права. В общем, 11 июля принята наша 765 форма. 22 сентября нам с Сашей она одобрена. То есть, все. И где-то там через неделю пускай они пришли, наверное. Ну, вот и считайте, сколько-то прошло времени. Примерно так все и ждут сейчас. Два с половиной, три месяца. Получается, что если кому-то интересно более подробно, если кто-то хочет точно так же сделать, то, ради бога, заходите к нам в чат. Можете почитать что-то как. Это что касается ворка. Хотела рассказать про это, что напугало людей, да. Люди ходят. Мы приехали в Даунтаун. Тут этот музей. Я тут уселась, заняла место и все шикают тут. Типа тише. Так, что я еще хотела рассказать. Ворк получили, да, все. Что теперь делаем? По поводу работы. Как все говорят, ты теперь работница, ты теперь можешь работать. Конечно же, нет. Если есть разрешение на работу, это не значит, что ты пошел. Тут сразу и устроился. Особенно по специальности моей. Кем я работала до Америки, я в принципе рассказывала. Если попробую кратко. Училась я на кого только не училась на самом деле. Когда-то в подростковом возрасте я вообще пирсингом занималась. Ну, колола только всех своих знакомых. Потом я пошла, училась и на предпринимательскую деятельность. И поступала на парикмахера, визажиста в колледж. Кстати, Сашина мама его закончила. А я рисовала на тот момент отвратительно. Хотя мне кажется, я сейчас не очень-то рисую. Я вообще считала себя не творческим человеком. И не поступила, пошла на фотографа, не доучилась. Потом я училась и на книжных товарах. Господи, книжные товары. У меня даже есть этот диплом. Кому интересно сейчас вот эти книжные товары пригодились. Потом у меня было образование товароведа. Потом я в институт управления поступала на финансы и кредит. Экономику управления на предприятии. Короче, в принципе, если бы Саша вам рассказывал, на кого учился он. Он даже учил, Саш, на кого ты учился? Какой-то спортсмен. Кто это был? Саша занимался когда-то велоспортом. И поступал в институт физкультуры. Короче... А, физрука, да? Ха-ха-ха-ха. Блин, ты чего не физрук был? Вы красивый физрук. Короче, нас помотало. В общем, пока я не познакомилась с Сашей, не родила своего ребенка, я думала, что я вообще ничего не умею делать руками. Как только появился у меня Дима, я начала делать торты. Торты. 7 лет я была кондитером. Частным кондитером, скажем так. Я попробую, наверное, потом приложу. Потому что в инстаграме оказалось, я сделала сейчас опрос. Многие не знали, что я делала эти торты. 7 лет. Всякие разные просто. Чемоданы с деньгами, младенцев. Прости, господи, какие-то части тела на девичники, мальчишники. Чего только не делала, короче. Был момент, когда дети были очень маленькие. Вязала купальники. Классные купальники. Причем не только в Беларуси. Я высылала их Сашиной сестрой. Мы вязали крючком. Это не такие бабушкины свитера. Это были вау-купальники. Есть такой, был такой бренд Hot Miami Styles. Они потом перехватили такие вот эти купальники. Ананас они назывались. Потом стали выпускать это они. Потом уже Алиэкспресс. Ну и поэтому это стало потом невыгодно. И когда дети у меня все-таки уже встали на ноги. Они просто тупо висели на руках, на груди. Я, конечно, это закончила. Хотя деньги мы хорошие зарабатывали. И параллельно я уже занималась тортиками. После тортиков мне как-то в один момент просто обрубило. Я ушла, скажем так, в косметологию, наверное. Работала я всегда на себя. Наверное, еще в процессе обучения я поняла, что на дядю работать я не хочу. Работала всегда на себя. Снимала кабинеты, арендовала. Делала, что хотела, скажем так. Обучалась всему. Маникюры у меня есть. Дипломы маникюра, часы, которые я здесь хочу в Америке зачесть. Но чаще всего, то есть основная моя, скажем так, деятельность, это ламинирование ресниц. Я сейчас тоже активно начала в Инстаграме немножко себя рекламировать. И когда-то в первых видео меня упрекали девочки в том, что «Ой, у тебя наращивание ресниц в первых видео на YouTube. И тебе лучше без ресниц типа такого». Один раз я наращивала на свадьбу Сашиной двоюродной сестры. Мне это очень не понравилось. Мне была аллергия. Это выглядело отвратительно. У меня ресницы свои. Для тех, кто, ну, девчонки-то наверняка знают, что такое ламинирование ресниц. Для мальчишек быстренько расскажу. Это просто подкручивание, подкрашивание и уплотнение ресниц. То есть такое, что-то типа уход такое, немножко преображение ресниц, бровей. Вот. Это было достаточно популярно в Беларуси. Достаточно популярно. У меня было очень много клиенток. Особенно до ковида. Это было большое количество клиенток. До ста человек в месяц. Это вообще я очень хорошо там, в принципе, занималась, работала. Пять лет я просто работала как мастер. Через пять лет я решила уйти в преподавание. Ну, не только уйти, а подключить. Я стала технолог-преподаватель российской фирмы. Мне очень нравились их составы. На этих составах я много лет работала. И я прошла у них обучение. Теоретически я до сих пор технолог-преподаватель одной из московских фирм. У меня есть эти тоже документы. Вот от них я и участвовала в рекорде Гиннеса. То есть зимой был такой вот именно эта фирма. Они подали заявку на самое массовое ламинирование ресниц. То есть что в один момент огромное количество мастеров со всего мира будут делать процедуру ламинирования ресниц онлайн. Естественно, это было по московскому времени обед. У меня это было два часа ночи. Там такая еще презентация. Ну, такая часть была. То есть я всю ночь была онлайн. И мне не на ком было делать. И моя фишка всегда была и в Беларуси. И я думаю здесь я сама себе делаю это ламинирование ресниц на двух глазах. Очень смешно. Я, наверное, приложу где-нибудь здесь фотку, как я выгляжу с этим. Там такие специальные накладки одеваются. Ресницы на эти накладки клеятся. Вот. И мы поставили этот рекорд тогда. Единственное, что, естественно, его зафиксировала книга рекордов Гиннеса России. И подали заявку в книгу рекордов Гиннеса дальше. Но все мы знаем дальнейшие события. И, конечно, то ли эта заявка застряла, то ли что. Я получила кубок. Ну, опять же, конечно, кто-то скажет, что, слушай, ну опыт подтери ты своим кубком. Да. Ну, это как для меня какое-то такое. Тоже опыт. Это тоже что-то такое интересное. Поэтому я не очень расстроюсь, если эту заявку где-то там не примут. Мне абсолютно все равно. В Америке эти все заявки, как Саша сказал, просидел. Да. Все мои документы практически. Что же я планирую сделать здесь? Конечно же, я хотела здесь заниматься этим же. Но я не могу просто, вот я получила разрешение на работу, даже устроиться в салон, не говоря уже работать дома, да. Я не имею права. Мне нужна лицензия. То есть я все равно должна получить лицензию. Вот Саша должен получить свои коммерческие права. Это такая лицензия на управление, да, траками. А мне нужна лицензия, что я имею право работать с людьми. Здесь все строго. Преподавание здесь, в принципе, это отдельная лицензия. То есть я даже на это не смотрю. Поэтому, что здесь нужно для лицензии, например, либо ты идешь учиться в американский бьюти колледж. Отдаешь кучу денег, кучу бабла. Но, опять же, если у тебя нет ничего. Конечно, у меня очень много всяких разных и дипломов, и по маникюру. У меня там расписаны часы, предметы. То есть, что я буду пробовать. Ну, это, конечно, немножечко позже. Так как у меня есть определенные проблемы со здоровьем. Я, наверное, это делать буду попозже. А может быть и параллельно. Мне нужно попробовать перевести их на английский язык. И попробовать их за честь. Подать в бьюти-борд. И, возможно, если я докажу свой опыт. Если я докажу все эти часы и все это пройдет. То, ну, мне не нужно будет учиться. Я только сдаю. В Калифорнии, по-моему, даже убрали. Или сейчас Нового года уберут. В любом случае, я, наверное, уже попаду. Уберут практический экзамен. Мне нужно будет сдать, скорее всего, только теорию. Практический экзамен здесь делается тоже на манекенах. Руки манекена. Головы манекена. Если это косметологист, то там надо мне не только. Там и маникюр, и стрижки, и все это. Есть эстетик, эстетишн лицензия. Ну, об этом я еще пока не знаю. То есть пока, пока я планирую, конечно, работать в этой сфере. Потому что это то, что я умею. Это то, что мне нравится. Это то, что всегда мне переносило неплохой доход. То есть это то, что мне, в принципе, нравится. Но, опять же, год, поковырявшись со всеми этими документами, формами, я просто постоянно, каждый день до сих пор отвечаю на вопросы людей в своем чате. Даже в личке. В Telegram, конечно, в личке я практически перестала отвечать. Это очень сложно, невозможно. Только в чате своем. В Instagram остались люди, которым, в принципе, я тоже подсказываю. И я даже уже даже подумывала отучиться на паралегала. А почему нет? Why not? Как тут говорят. Но нужен английский язык. Английского, конечно, я не знаю. И это только так. Это, ну, как говорится, планы. Мы же с вами пока про планы рассуждаем. Потому что часто спрашиваю, какие вы тут собираетесь работать? А что да как? Ну, это вот один такой из моих планов. Я сейчас записалась в английскую школу. Я не помню, показывала или рассказывала. Наверное, я ни разу не рассказывала. Я пошла еще в прошлом году в бесплатную школу в Сакраменто. Highland School называется. Ну, она вообще была Highland, но мне было далеко до нее идти. Поэтому я выбрала ехать. Точнее, я выбрала школу-партнер. Что это? County. County? County? Sacramento County. El Dorado County. Plattserville County. Это мы пишем прапор. Специфик. Существительный. Что я вспомнила? Что у меня есть? Костка. А вот он брат. Потому что он рядом. Банку померить. А наша школа. Мой учитель. А так выглядит моя школа. Это ручки, кстати. Здесь вот мы с Сашей тесты сдавали. У нас здесь дети выдают, что-то выдают какую-то вид на помощь. Это мой класс. Там я даже не знаю, что. Тоже какие-то, видимо, классы занимаются люди. Emergency. Ну, небольшая, короче, она такая. Да, мне это и нравится, что здесь совсем небольшие классы. Мало людей. Мой класс я снимала. Совсем небольшой такой мой класс. Это территория. Там туалет, я хоть буду знать. Тут какая-то красота. Я уже, наверное, сразу только пятого поняла, где парковаться лучше. Где тут что находится. Так я даже боялась слово где-то сказать. Ой, ну вот тут я тоже, кстати, проезжаю. Это Санрайз-бульвар, скорее всего. Но тут негде припарковаться. Вот мне навигатор седавил все время. Да. Вот. 57-50 Санрайз. Это адрес. Вот я оттуда выезжаю. А как я еду? Вот так. С моим кретинизмом. Вот так, так, так. Ой. И вот сюда. И вот там поворачиваю домой. На Гринбек. Класс. Самое прикольное, что ну от силы 10 минут мне до этой школы. Потому что все, что мне предлагали, конечно, значительно дальше. 20-30 минут. А тут я очень сильно опаздываю. У меня в 9.00. Я выезжаю в 8.51 и я в 59 минут уже паркуюсь. Вообще. Это, конечно, классно. Это очень удобно, близко. Но тут разные вот есть такие офисы. Со мной учатся. да и отеля, у меня есть теные ребята. Партнер. Ездила до Нового года, точно, я туда ездила. Может и здесь приложу. Мы прошли с Сашей тестирование. У Саши не было времени. Я ездила рано утром на 3, по-моему, часа на занятия, на самый начальный уровень. Они хотели мне перевести потом на попозже, потому что я достаточно хорошо читаю. Там в основном мы читали произношение, читала я неплохо, но я не понимаю, что я читаю. То есть вот я не перешла, я осталась на начальном этом уровне. Потом через какое-то время там дали телефон. А где этот телефон? Наверное, у Леши, да? Телефон Samsung S21. Такие телефоны дают всем студентам языковой школы. И школа бесплатная, еще и телефон получай. Ну что, выдали? Выдали такие. Теперь и я, как миллион сокромича, с таким телефоном. Покажи. Даже в таком чехле... А можешь снять чехол? Дают всем, всем-всем ученикам, короче, Highland School. Только у меня была проблема с этим. Да, прикольно. У меня была проблема, потому что я не совсем ученик Highland School. Вот она, Highland School. Бесплатный телефон. Бесплатная языковая школа. И не только языковая. Сумка с 21. Я думаю, что если кто-то смотрит блогеров из Сакрамента, вы уже не раз видели о том, что эти телефоны здесь дают дорогущий телефон с проплаченной связью, интернетом со всем. То есть, пока ты там занимаешься, у тебя все есть. Я там уже... Ну, сколько? Я давно не занимаюсь. То есть, после Нового года у меня начались проблемы со здоровьем. В это время у меня начались врачи. Я не занимаюсь. То есть, ну, телефон пока у меня никто не отобрал. Я даже думала туда вернуться. Но все-таки появилось место в другую школу. В платную школу. Достаточно дорогую. Семестр там стоит 850 долларов на начальный мой уровень. Это 4 месяца. И получается, что 23 января туда только идет набор. Дима показывает. Папе покажи. Заранее как будто бы знали. Ты видишь, что там написано? Короче, я пойду учиться. Там у меня просто есть и мастер моя по маникюру, которая там училась. Я вижу, ну, насколько прогресс. В общем, для начала, прежде чем осуществлять планы какие-то, да, грандиозные с обучениями на паралеголов и еще кого-то, надо сначала выучить язык. С косметологией, наверное, будет чуть-чуть проще. Ну, это пока вот, ну, вот такие вот у нас пока планы. Все, что пока мы напланировали. Ну, это же сами понимаете. Ты планируешь одно, получается другое. Мы уже за год это поняли. Самое важное, что у нас сейчас есть наше разрешение. То есть просто даже можно пойти, не знаю, в Федекс, да? Уже даже туда нас возьмут. До этого никуда не брали. Есть разрешение, есть соушилы. Сейчас мы сделаем права. Мы уже выдохнули. Пока на два года это все дается. Я не знаю, права должны, по идее, нам пообещали на пять лет. Но это не точно. Они еще не пришли. Возможно, на момент монтажа видео уже придут наши права. И, может быть, я приложу. Может, мы там уже с Сашей будем покрасивее. Тут там просят вечно вот так вот вытаращить глаза, поднять бороду, так улыбаться. Я там, конечно, я смешная была. И Саша был смешной. Я не помню. Может быть, я еще что-то хотела рассказать в этом видео. Но не помню. По-моему, я еще что хотела сказать. Я, наверное, еще приложу. Буду к каждому видео прикладывать какие-то наши, может быть, и походы. Очень много интересного мы снимаем, потому что по воскресеньям ездим. Предыдущий наш ролик, вот как мы отмечали наши дни рождения в Диснейленд. Я знаю, что не очень заходят такие лайф-видео, что ли. То есть люди любят в основном такое информативное на нашем канале, как я вижу. Если я скидываю, как мы поехали на Узеретаха, как мы поехали в Диснейленд. Ну и опять же, мы же это не снимаем в 15 минут, мы это снимаем в 2 часа. Я знаю, что они не очень так заскакивают, заходят. Но есть люди, которые просят. У меня в Инстаграме, я показываю все всегда в Инстаграм, в сохраненных сторис, то есть все есть. Но и под предыдущими видео часто люди писали о том, что у меня нет Инстаграма. По какой-то причине там, да, у кого-то, я не знаю, с VPN проблемы, кто-то в принципе не нравится Инстаграм. Типа снимайте сюда все, что у вас есть. И на самом деле, ну у нас реально много очень интересного. И в прошлый ролик, вот как мы отмечали день рождения, я не вставила. Мы ездили еще в Голливуд, мы ездили на Аллею Звезд, мы ездили в Санта-Барбару. Но правда там мы были проездом, я тоже скидывала только эти. Может быть я вот в конце этого видео вот это вставлю. А так, конечно, у нас очень много роликов. Я даже думала сначала отдельно их снять. Сейчас уже понимаю, что может быть надо, наверное, вот с какой-то такой информацией под конец подгружать. Пока не решили. Потому что мы ездили на Биг-3, на огромные старые Секвои. Они тоже у меня есть в Инстаграм, кому интересно, переходите, посмотрите. На авианосец Хорнет, который находится в Сан-Франциско. Тоже очень интересно. Сегодня вот мы в музее в железнодорожном. Тоже, ну, очень много наснимали, очень много интересного. Я даже уже не помню, где мы еще были. Ну и мне напоминают еще все время про страховки. Что я обещала все страховки, про страховки рассказать. Очень много, да, со страховками. Я хотела рассказать, когда я пройду свою операцию, чтобы поделиться, что же у меня за проблема. Опять же, я в Инстаграм рассказывала, кому интересно, можете пока там, как я ее пройду, что будет с моими страховками. Но у меня все пока отсрочилось. Так получилось, что когда закончился наш пароль, у меня забрали страховку. То есть у нас забрали с Сашей полное покрытие. И это было неправомерно. То есть сейчас нельзя это делать. До Нового года мораторий на ухудшение страховок. То есть это не могли сделать. И в принципе я страховку получала не по паролиду, а по прокол форме. То есть об этом тоже как бы вроде хочется рассказать. И пока я все это восстанавливала, я все думала, что сейчас, сейчас, вот сейчас я пройду эту операцию, все расскажу, покажу. Но, наверное, все-таки стоит рассказать хотя бы про одно, как мы сделали детям, как мы тут проходим с ними и врачей, и зубы. Мы с ними тоже столько всего бы проходили. Казалось бы, в Беларуси мы все сделали. Мы ехали в Америку подготовившись, чтобы мы тут зубы все там платно подделали, все здоровье от этого. Но это же такое дело, да. Здоровье, ему пофиг, что ты год назад там зубы подделала или там пучки проверила. Все, все бывает, все очень резко. И я, наверное, сниму сначала ролик про это, а потом уже, когда пройду какие-то свои эти вопросы, я сниму про другое. Опять же, если что-то интересное, может быть, что-то я не рассказала, задавайте вопросы в комментах, какие-то пожелания, что бы вы хотели, может быть, про что мы рассказали бы. И я тогда все это расскажу. Наверное, все, сегодня все, а то Саша уже поглядывает на часики. Парковка. А, ну, у нас парковка мы же, правда, продляем, мы в Даунтаун Сакраменто. Иди, мужчина, попрощаемся с людьми. Я вам показываю его в начале и в конце. И все, на сегодня все. Как-то так, всем пока. С вами были Саша и Таня. Все, всем пока. Пока.